Этот день мог стать началом семейной жизни Наташи и Олега, а стал началом совершенно других отношений. Идеальный свидетель, головокружительная история о страсти, любви и верности. Тонкая, трогательная, лирическая комедия с весьма увлекательной завязкой. Жених и невеста приезжают в ЗАГС в небольшом городке. Их свидетель задерживается и приехать, как оказалось, вообще не сможет. Тогда молодые люди вынуждены предложить случайному встречному быть свидетелем на их свадьбе. Времени до регистрации более часа, а стало быть, надо как-то скрасить время пребывания. Ведь, как оказывается, паре почти не о чем поговорить. Да и телефон жениха разрывается от постоянных деловых переговоров. Чтобы поразвлечься, молодая пара вовлекает незнакомца, которого они принимают за хозяина кафе. В игру. Результат развлечения оказывается довольно неожиданным. Отношения между всеми тремя становятся напряженными. Оказывается, что мужчина вовсе не хозяин кафе, а домовладелец. Хирург по профессии. Несколько лет назад он потерял жену и рассказывает трогательную историю их отношений, чем безумно поражает Наталью. Она узнает в нем хирурга, спасшего ей некогда жизнь. Это открытие поражает ее и весьма удивляет жениха Олега, который, впрочем, не перестает шутить над чувствами обоих, не придавая значения чужим судьбам. Как оказалось, эта встреча решительно изменила судьбу каждого из героев. Наташа осознала, что совершенно не хочет быть с Олегом и выходить за него замуж. Отменяет свадьбу, признается в любви к несостоявшемуся свидетелю. Чистота души, интеллект, чуткость, способность к глубокому чувству торжествуют над рационализмом и сухой практичностью. Пьеса написана председателем гильдии драматургов Петербурга Валентином Красногоровым. В спектакле заняты звезды российского кино и театра. Юлия Такшина, Игорь Ливанов, Павел Баршак. Мне материал понравился. Тут есть что поиграть. Он меня тронул, он мне близок. Поскольку взаимоотношения мужчины и женщины, это всегда очень интересно в этом копать. И этим можно заниматься, исследовать это всю жизнь и не найти ответа. Поэтому это пьеса, которая помогает немножечко приоткрыть занавесу тайн. Почему же происходят какие-то недопонимания, почему пары расходятся, почему другие влюбляются. И пьеса вот об этом, и в этом интересно существовать. Безусловно, для меня это новый материал. Мы над ним очень долго работали. Это, пожалуй, одна из самых долгих моих работ. Я имею в виду репетиционных. Мы репетировали ее больше года, эту пьесу. Вот так, по сути, если взять. Обычно пьеса репетируется 2-3 месяца, и уже премьера. А здесь мы никак не могли найти ответов на те самые вопросы, потому что пьеса очень непростая в этом плане. Ну а нашли мы их или нет, это уже должен нам ответить зритель. Спектакль «Идеальный свидетель» наполнен множеством сюжетных поворотов, заставляющих находиться зрителя все время в состоянии волнительного ожидания до самого финала. Интересные артисты, довольно-таки импозантные, можно сказать. Ну вот на одном дыхании смотрелся? Активный. Да, да, да. Ну, я сам в таком... Не спали выскучать? Нет, я свою жизнь вдруг вспомнил, поскольку я в это сам попал. Отличная игра, все прям очень натурально. Мы довольны, что пришли. Вот, и всем своим знакомым посоветуем сходить. На самом деле были и какие-то смешные истории, и какие-то нежные, да, такие моменты, которые затронули душу. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.